Ну вот и всё. 20 июня я стал официально на один год старше. Правда, по версии Теледва это произошло 21-го... Ну ладно, не могу же я запретить им быть сратами, правда? Это ж не отменяет повода стать ещё солиднее, чем в прошлом видосе. Тем более на солидного человека и подписываться приятнее, чтобы смотреть его видосы. Наверное. Но, увы, теперь никаких сандалий, тихого часа перед полдником, писем Деду Морозу, вертолётика на пульте управлен... Хотя стоп. Этого же всего не было и так лет 20 как минимум. А вертолётика-то вообще не было никогда, у меня дартс был. Фух, ну слава богу, значит я уже настоящий взрослый. Теперь точно можно со спокойной совестью пить шампанское и спать без трусов. А до этого обязательно было спать с трусами? В обнимку? Ну, или просто пить чай. Одетым. Мой внутренний дед инфарктнулся, что ли? Походу. Индийский чай, грузинский чай и гормон. А ещё можно сколько угодно веселиться и гулять по дороге до своей работы, увеличить свой круг общения за счёт соседей по дому до размеров кругов под глазами от очередной платёжки за квартиру и никогда не записываться к врачу, если у тебя что-то болит, как это делали до тебя родители, и ждать, когда сам собой тихонько пом... Так, мне кажется, или мои желания с возможностями свернули немножко в разные стороны. Ау! Ах да, это же и есть быть взрослым. Но благо в этом море счастья и веселья есть те, кто уже много лет стоит на страже стабильности, облегчая взрослым людям и не очень их существование, и быть предлагая свои незаменимые советы, которые благодаря первому каналу и чуточку мне, мы всегда можем посмотреть своими глазами. Кто там? Взрослая жизнь, открывай! Хм, какой мерзкий голос. Ну и поскольку взрослая жизнь уже здесь, самое время научиться варить пельмени. И нет, не вот эта вот стандартная вода закипела, посолил, поперчил, кинул лавровый лист, кинул пельмени и варить после всплытия 7 минут. Нет, это мы знаем с детского сада, не надо нам тут ля-ля. А вот как удержать убегающую во время варки из кастрюли воду, это уже вопрос посерьёзнее. При варке пельменей или макарон вода того и гляди, убежит из кастрюли и зальёт плиту. Это ж серьёзный проблем как-никак. И как пел один классик, Но пена как не убегала, так того и гляди, не убежит. И не потому, что на неё дуют. Ничего, что надо пельмени помешивать, пока они не всплывут, а потом можно огонь, блять, уменьшить, и ничего не убежит. А потому, что при варке пельменей... Пельмени с макаронами, но их надо помешивать всё время, пока они варят. Пельмени или обычных макаронных изделий, пены практически нет. Если использовать средний сильный варке пельменей или обычных макаронных изделий, пены практически нет. Если использовать средний сильный нагрев в комфорке, на которой стоит кастрюля, что знает абсолютно любой человек, который варит дома макароны или пельмени. Но у Первого канала это, конечно же, проблема федерального масштаба! Которую обязательно нужно решить. И ты всё это время знал, что пены не будет? Ну да. А зачем же мы дули? А шо в жизнь дёгтем не казалось? А-а-а! Но благо Первый канал, который и придумал проблему, придумал к ней решение. Я узнала способ, как это предотвратить. И узнавала она это, наверное, подключившись к определённым каналам космоса. То есть такие энергетические связи с тёмными, как бы, сущностями. Нам поможет деревянная ложка. И если вы думаете, что ей она будет снимать пену, чтобы не убежала вода... Вода того и гляди, убежит из кастрюли и зальёт плиту. То нет. Она положит её на край кастрюли и гордо заявит о железной работоспособности очередного отбитого лайфхака. Кладём её сверху на кастрюлю. Вот так, поперёк. Главное спасибо, что уточнили, что положить на кастрюлю нужно поперёк. А то я уж хотел положить на круглую кастрюлю вдоль. Фух, чуть не ошибся ведь. А теперь смотрите, в чём секрет. Вода начинает выкипать, пузырьки касаются ложки и лопаются, оседают. И это всем секретом секрет. И кто, если не я, это готов проверить. Итак... О, блин, камеру забыл. Извините, забыл камеру. Мне кажется, всё равно чё-то убегать будет. Жидкость не убегает на плиту. Та-дам! Удивительно, вода начала выкипать, пузырьки коснулись ложки и не лопнули, а жидкость убежала из кастрюли на плиту? Да. Видимо... Ну, не так много, как могло на самом деле. Типа, оно чуть-чуть уменьшило масштаб в этого... Возможно, оно ничего не уменьшило. Вываливание. Не, оно чуть-чуть уменьшило, потому что обычно оно там прям бывает... Знатно выёбывает. Но, тем не менее, нихера это не работает. Самый действенный вариант помешивать и уменьшить огонь. Надо было дуть. Или нахрен убавить нагрев комфорки, нет? Поскольку макаронные изделия макаронным изделиям рознь, и пенятся они по-разному, о чём Первый канал, конечно же, не сказал, чтобы лайфхак, в котором пена еле-еле касается ложки, казался рабочим. Осталось дождаться совета, как потушить потухший костёр без рук, и я точно их умою. Хотя, без рук можно потушить и горящий костёр. Так, ладно, о чём это я? Жидкость не убегает на плиту. Зато огонь, который мы, конечно же, убавлять не будем, поскольку благодаря нему и будет подниматься пена, а именно поэтому мы лайфхак и применяем. И огонь, который может выступать из-под кастрюли, прекрасно убежит на ложку, которая состоит из дерева, и лежит прямо на удобном краю круглой кастрюли поперёк. Чтоб жена точно обрадовалась нашему изобретению вместе с пожарниками. Идеально. Класс. 5 баллов этой госпоже за смекалку и прекрасный совет. Пусть потратят их на вызов пожарных. Но, справедливости ради, подобный лайфхак существует, но ни в коем случае не является панацеейкой и выставляет его первый канал, чтобы зритель такой «Вау, круто нахрен, крышки и контроль нагрева! Нафига! Буду всегда теперь везде класть лопатку!» Что, как вы уже заметили, является явно небезопасным. Семёнович, давай машину вызывай, у меня жена опять лайфхаков насмотрела, сейчас начнётся. Блять. В школьной форме не всегда есть карманы, или они слишком маленькие. В этом случае предлагаю шить для девочки удобную сумочку с длинным ремешком. Ну а мальчики, которые просто обожают карманы, ну да, ну да, пошли мы нахер. Женщик просто не знает, насколько масштабна проблема с карманами на женской одежде. Такое ощущение, что просто образители считают, что они нам нахрен не нужны, либо выполняют только декоративную функцию. Задние накладные карманы. Один и второй. Складываем их вместе, изнанкой внутрь. И сшиваем на машину. Серьёзно? Ладно, проживём как-нибудь без сумочки, да, пацаны? Больно надо. Ещё при этом сказать ремарку, что не все домашние швейные машинки через несколько слоёв денима пробивают. И как бы... Возможно, ваша машинка это не сошьёт. Моя? Нет. Нахера это говорит, ты чё? Она обычная бытовая швейная машинка, она, например, такие слои денима не сошьёт. Я это точно не знаю. Ладно, проживём. Там вот в инструкции написано. Как-нибудь без сумочки, да, пацаны? Больно надо. Мелочёвка и в носки с трусами, в принципе, можно распихать. Да и вам, барышни, боюсь распихивать свои вещички в носки с такой рукодельницей. Её шикарными советами захочется тоже. Потому что сумочка получается... Я думаю, просто девочка не захочет позориться с такой сумочкой. Конечно. Нахера ну надо. Её уважение. Ставлю 50 копеек на то, что она ещё и карманы отпорола от мужских джинсов. Прям телевизионный арбузин какой-то. Правда, почему все нормальные сумочки выглядят так, а сумочка первого канала так? Если на форме нет карманов, то давайте сделаем карман на верёвочке. Нам потребуется карман и верёвочка. Что? Мой мозг уже вытек. Пойду на вид, что ли, посмотрю, может быть, найду замену. Не, ну так-то можно, типа, это... Можно карманы блоки юбки пришить. Руками можно прошить. Заебёшься, конечно, но можно. Если у вас нет цельной машинки. Скорее всего, будет некрасиво. Но суть в том, что в любом случае суть говна-говно. Да, они, смотри, какие вытертые, стрёмные. Отвратительно. Я пока, если б я была девочкой-школьницей, мне было б стыдно такое носить в школу. У девочек-школьниц есть рюкзак. Портфель называется. Можно симпатичную поясную сумочку купить. Это охренительная альтернатива, между прочим, карманам. При этом, ну, в последние годы они модными стали. У меня в карманах носится только телефон, наушники, когда я их надеваю. Так в женские карманы даже телефон нихуя не помещается. Да. И ключи. Потому что всё делается настолько, ну, прилегающим, и они делаются настолько мелкими, что функционал у них почти нулевой. И они там даже, если влазят, то влазят плотно, и уголки просто телефона протирают этот карман. И там дырка. Я недавно девчонку у неё нашла, короче, у неё был телефон в заднем кармане, и там была дырка протёртана, и угол телефона торчал. Ям прокладываем декоративный шнур. Его можно пришить вручную или приклеить. Ну, а раз пришить или приклеить, что имеет за собой слово «качество», мы его, конечно же, приклеим. Притом максимально ублюдским способом с неравномерно нанесённым клеем. Первый канал Style Fashion Mega Everyday Palma Leaf Max Factor Pro... Ничего так ненормально не приклеит. Я человек, который использует клеевой пистолет. У них хреновый, походу, клеевой пистолет. Нет, не выталкивает кам. Ну, там его нужно иногда подвигать, чтобы он проходил дальше. И помедленнее надо было это сделать. Она соплю чисто растянула. Угу. Ходит же Пималюкс Эдишн. Эх, и доберусь я до тебя, тупой ты блогер. То чувство, когда хотел сшить сумочку, а получился карман на верёвочке. Которая и держится ещё на термоклей, который не выдерживает бытовые нагрузки и в любой непонятной ситуации... Мама, у меня шнурок отвалился! Да что ж ты за создание? Не можешь аккуратно ходить, вещь на тебя где-то носит. И да, во всём виновата ты, а не дурацкая сумочка, которую я тебе навязала. Красивая, правда? Этот шнур будет не только украшением, но и ремешком сумочки. А карман на верёвке будет не только удобством для дочери, но и... Вкусная хренатень. Если бы там был какой-нибудь, блин, ремешок... Какие текстильные такие продаются эти, как сказать, типа строп. И то она бы выглядела лучше. А что это за херотень? Не, ну... Пиздосик. По факту оно чуть-чуть придало вида не такого ублюдского, но один хер. Заклейте тогда вообще в принципе, чтобы это не было видно, что это карман. Полностью по-другому. Хочешь сделать своей дочке что-то, господи, научись плести ебаный бисер и сделай ей из бисера сумочку. Да много вариантов сшить. Там выкройка вообще элементарная. Короче, всё хуйня. Объектом насмешек и нахрен сломанной психикой с последующей кучей комплексов во взрослом возрасте. Но если вы подумали, что для сумочки карман маловато и туда ничего не поместится, а он даже не застёгивается, если вдруг решите положить в него ключи, то пиши пропало. То не переживайте, оказывается он... Не существуют колечки для сумочек. Можно просто на какой-нибудь долбаном Вэлберис цепочку для сумочки заказать. Ну да. Цепочки, карабины, колечки продаются, господи. Очень вместо... Не стоит недорого. Пятительный. Сумка-карман готова. Девочка сможет положить в неё заколку, маленькую расческу, носовой платок и другие необходимые мелочи. Но почему она не может... Ага, только вот одну из них. Будь здорова. Извините. Вот всё вышеперечисленное просто положить в портфель, а по необходимости достать, а не позориться с подобием сумочки, которая развалится в первый же день от супер качественной сборки, для меня остаётся загадкой. Удобно, практично. И походим в любую школьную форму. На стыке вообще никуда не пыталась спрятать. У неё как бы есть швейная машинка, могла бы приклеить... ой, пришить. Пристрочить, да. Говно. Надо же, какое совпадение. Как и стикеры, которые получают авторы этих комментариев. Пиши мне ВК, если выиграл. И не забудь, если давно не было совета с Дмитрием Толобуевым, значит скоро совет с Дмитрием Толобуевым. Настоящие рыбаки не расстаются с удочкой даже... Зимой. Зимой. Да ладно вам, да ладно, я всего лишь угадал, подумаешь. Правда, сидеть над лункой всё-таки лучше в палатке. А сани к зиме надо готовить летом. Всё правильно. Я бы, конечно, мог ещё сказать, что лучше было бы сидеть над лункой в палатке с удобной сумочкой, куда можно положить заколку, расчёску и носовой платок. Ну да. Ладно. Я думаю, вы и без меня уже всё распланировали. А если не хотите таскать с собой тяжести, то сделайте мини-купол, который защитит вас от ветра и холода. И пошло-поехало. Огромный кусок полиэтилена режем на два треугольника, складываем, склеиваем скотчем, прошиваем степлером, отрезаем верхушку, вставляем пластиковую бутылку с отрезанным дном, снова закрепляем скотчем и ура! Переносная палатка в бутылке готова! Рассчитывал зимой на целлофановый тент. Умер этот чел от переохлаждения. Ну он типа ушёл из дома, ушёл в лес, и он себе сделал палатку из-за такой плёнки. И там в мир. Не, ну тут-то, слава богу, не предлагают жить это, а как временный вариант. Ну типа... Ну у него тоже был, я думаю, непостоянный вариант. Прямо в бутылку. Так переносить защитный рыбарский купол будет проще. Ну всё, иду на рыбалку. Если вам до сих пор непонятно, как работает данная новаторская конструкция... Показываю, как работает эта конструкция. Воткнул бур в лёд, повесил на него бутылку, опустил вокруг плёнку, и вуаля! Импровизированная палатка почти собрана. Ну и казалось бы, вот всё хорошо. Отличный заменитель громоздкой палатки. Переносится в лёгкой бутылке, имеет наверху вентильцом. Типа, чтобы немножко от ветра скрыться. Ну, насколько я знаю, что небольшие одноместные палатки стоят не так уж и дорого. Да, и у них есть как бы немножко фиксация. Не на твоей голове, и не на буре. Если ты рыбак, и уж если ты занимаешься такой штукой, как зимняя рыбалка, то я думаю, вот эту херню ты уж себе купишь. Потому что какой идиот будет заниматься зимней рыбалкой без палатки? Не, он будет заниматься, и он и дальше будет заниматься ей. Без палатки, если он этим делом занимается. Я, допустим, нарыбалился. Не хочу рыбалкой заниматься, нахуй нужно? Особенно зимой, вообще никогда не было желания. Сонные отверстия, и любо-дорого в ней посидеть, когда на улице мороз. Но палатка позиционируется, как укрытие от ветра. Основание треугольника мы тоже зафиксируем на коловороте. Всё, можно рыбачить. Теперь ветер мне не страшен. И от ветра в какой-то степени она защитить может. Прилипнув к тебе с одной стороны. Потому что она нифига не держится за снег, как это делает нормальная палатка благодаря колышкам. Одна её сторона проходит по спине рыбака, а вторая лежит на инструменте. И её как будет колошматить, так и обязательно будет сдувать, поскольку ветер, залетевший снизу, сделает из неё просто парус. Можно было бы, конечно, это чудо-юдо пригвоздить ко льду для устойчивости, но поскольку дверей в ней нет, то прилепив палатку к одному месту, ты прилепишь и себя. И чем, кроме странной самоделки является эта штуковина, я понять не могу. Ну вот, и нести с собой тяжёлую палатку не пришлось. Ведь вы на зимнюю рыбалку. Ты с собой тонну рыбы принесёшь обратно. В палатке можно было бы там, не знаю, костерок развести. Можно эту поставить компактную штуку, примус или как она называется, которую туристы используют. А, я не знаю. Я подумал просто про стандартную вертодуйку. Ветродуйку. Уходите за несколько километров по морозу пешком, правда? Ну что, потом на этом морозе ещё и сидит с ледяными руками, разбираясь с Настей, да? Ведь это ж как летом. Кузнечки трещат, лягушки поют, а потом в этом бутылочном раю ещё и заночевать. Шикарно! А, скоро воздух в мини-коконе прогреется от вашего дыхания. Можно я этому господину... Ха-ха-ха-ха-ха! ...потому тоже пару баллов дома. Ну так, чисто для вызова спасателей, чтобы они потом его от стульчика замороженного отлепили. Поскольку на зимнюю рыбалку в основном ездят на машине, потому что сидеть на морозе без возможности чуть что быстро где-то отогреться, это буквально самовыпиливание. И если на зимнюю рыбалку ты притопал ножками, то есть подозрение, что дом твой либо находится явно ближе, чем у тех, кто приехал на машине, и засиживаться на морозе ты явно не будешь, поскольку уйдёшь в него ночевать. Либо ты Дмитрий Толобуев, и вместо того, чтобы обустроить ночлег в хорошей зимней палатке ради экстрима, спать полезешь ещё и на дерево. Но главное, чтобы оттуда можно было тоже напопырить лайк этому видосяну. И не замёрзнуть. А пока переходи по ссылке в описании на Мазабрик, подписывайся на канал, если ты ещё не подписан. А с вами, как всегда, был официальный Джеймс Алоун. Увидимся! Если кому интересно, прошлый чёрный костюм — это мой школьный. Я ходил в нём 10-11 класс. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!